Дорогие друзья, в этом видео я расскажу вам о том, как можно создавать макияжи и какие важно делать акценты, когда вы делаете сценические съемки. Например, казахский костюм. Как можно выделить какой-то макияж, сделать, чтобы это смотрелось эффектно, красиво и в то же время не вульгарно. Какой макияж глаз, какой тон, какие губы, как вообще подчеркнуть, чтобы это было эффектно. Или, например, ковбойский стиль американка. Как же можно сделать макияж так, чтобы это было гармонично, красиво и в то же время дорого. Ну и, конечно же, наш русский национальный костюм с кокошником, с красивыми расписными украшениями. Хочется как-то подчеркнуть, ну как это сделать, чтобы не было вульгарно. Какие важные акценты в этих макияжах, в этом видео я расскажу подробно. Главное, это кожа класса люкс. Традиционный казахский костюм. Какой же сделать макияж и что подчеркнуть? Хочется сделать яркий, красивый образ, но в то же время не сделать его вульгарным и не придать возраста модели. В процессе, когда я принимаю участие в станических съемках, я всегда уделяю много внимания коже класса люкс. И если это какой-то более азиатский образ, то я всегда учитываю, что скулы должны быть более выпуклыми. Глаза подчеркнутые, более открытые. И, конечно же, пухлые губы. В сочетании оттенки я выбирала именно в цвет эмоционального костюма. Здесь использовались больше теплые оттенки. Коралловые, желтые. Я подчеркнула глаза, подчеркнула брови и, соответственно, выделила ярче скулы. Растушевка максимальная. Самое главное в образах, это кожа класса люкс. Если вы принимаете участие в станических съемках, уделяйте этому внимание. Я всегда делаю влажное скульптурирование. Об этом я рассказываю в своей книге кожа класса люкс. Сейчас я буду рассказывать о том, как можно сделать контуринг для станической съемки. Один из контурингов уже я тебе предложила. Это влажное скульптурирование из моей книги кожа класса люкс. Сейчас я расскажу тебе о том, как можно сделать контуринг быстро, эффективно, подходит для видео, для фото. И после съемки можно сразу легко и просто выходить в жизнь, ходить с этим макияжем долгое время. Ты знаешь, что я выбираю для себя определенный бренд. Это бренд Моряке. С ним я работаю уже больше 15 лет. Я работаю с разными косметическими компаниями, но лучше, чем бренд Моряке, для себя я не встретила. И сейчас я покажу, как этот бренд эффектно и красиво выглядит на видео, на фото и также в жизни. Поехали! Первое, с чего начинаю, это увлажнение и максимально перекрываю неровности на лице. Я всегда использую большую пушистую кисть, не из натурального ворса, и мне очень нравится за основу использовать крем CC. Когда я наношу полностью на все лицо, я прохожу зону вокруг глаз, это максимальное увлажнение. Также я перекрываю полностью те неровности, которые на лице могут быть. Этот контуринг подходит для видео, для фото, для жизни, и каждый из вас может его применять для себя. Достаточно три клипа для того, чтобы максимально увлажнить и перекрыть полностью все лицо. В данном случае кожа была уже подготовлена, мы сделали демакияж. И самое основное, это максимально растушевать крем CC. И оттенок я всегда подбираю в цвет шеи. В данном случае я взяла оттенок Light to Medium и большую пушистую кисть, для того, чтобы максимально растушевать и перекрыть по всему лицу. После того, как мы растушевали, даем CC крему немного впитаться и перекрываем те зоны для того, чтобы максимально смоделировать лицо. Обращаю внимание, что я работаю верхней частью кисти. Зона вокруг глаз, очень важно проработать. Кожа стала более увлажненная, неровности все перекрыты. Это уже можно увидеть. Следующая, это сияющая тональная основа Beige 4. Я наношу ее на скулы. Она обладает таким желтым подтоном. Максимально скулы приподнимают, что очень важно для видео и для фото. И что часто спрашивают меня мои подписчики, участницы курсов, как я подчеркиваю скулы моделям себе, когда видят кожу класса люкс на фотографиях. Я всегда использую вот такой способ. Еще есть, конечно, много разных, но этот один из самых популярных. То есть я всегда на скулы использую сияющие тональные основы, которые идут с антиэйдж эффектом. То есть они немножко подтягивают, и в то же время они максимально питают кожу. И вот этот вот оттенок визуально подтягивает скулы. Также всеми остатками прохожу по росту волос. И следующее, что я делаю, этой же кисточкой для фоундейшн, я набираю оттенок Кайвори 1 сияющая тональная основа. Примерно такое небольшое количество, где-то половина косточка вишни. Аккуратно наношу на Т-зону аппликативно. А вообще в контуринге, конечно, многослойное нанесение улучшает текстуру кожи. Многие это знают, те, кто давно на меня подписан, те, кто были на моих авторских курсах онлайн и оффлайн. И также во всех своих книгах «Кожа класса люкс. География макияжа» я об этом очень много рассказываю. Здесь мы уже используем третью тональную основу. И она идеально улучшает текстуру кожи. И такая многослойность на лице не чувствуется. Растушевку мы делаем полностью на всю Т-зону. Также перекрываем только эти участки. И семи остатками светлого оттенка я наношу под скулы. Наверняка сейчас у многих возник вопрос, почему я использую сияющие тональные основы, а не матирующие, если кожа комбинированная. Ну и в принципе вообще лучше использовать матирующие, нежели чем сияющие. Сияющие тональные основы в основном применяются для тех, у кого кожа сухая или нормальная. Или когда очень холодно, такой морозный сухой климат. А матирующие тональные основы применяют больше для жирной комбинированной кожи. В данном случае кожа немного проблемная, слегка комбинированная. И здесь, конечно, лучше всего использовать матирующую. Но я хочу внести небольшие свои такие стереотипы. При бытовом нанесении, когда вы используете всего лишь один или два или пять продуктов до пяти, вы можете использовать по правилам. Если вы используете больше десяти косметических продуктов уходовой, декоративной косметики в многослойном нанесении на все лицо, то тогда можно использовать разные продукты, совмещать не по типу кожи. И для скептиков еще хочу сказать, перед тем, как писать такие комментарии, вы сначала сами попробуйте, а потом говорите. Я использую рассыпчатую минеральную пудру, всегда достаточно среднего оттенка, не темного, но я беру всегда темный и более светлый оттенок. В данном случае этот оттенок называется «Айвори 2». Наношу на скулы и на подскольное пространство, то есть наношу обязательно сюда и наношу сюда верхней частью кисти, то есть я втушевываю обязательно кожу и также опускаюсь немного на шею. Делаю такое более плотное нанесение для того, чтобы лицо было с плотным скульптурированием. И для меня очень важно применять именно большую пушистую кисть, потому что она делает более плотное нанесение. И беру оттенок «Айвори 1», наношу его на подскольное пространство, чуть выше, куда наносила «Айвори 2», и также полностью перекрываю всю эту зону. Это идеально подходит для видео, для фото, для жизни, более такое плотное скульптурирование. Перекрываю аккуратно зону вокруг глаз. Также хочу обратить внимание, что если кожа увлажненная и есть мимические морщины вокруг глаз, то если вы наносите рассыпчатую минеральную пудру, то одного раза достаточно, потому что мимические морщины могут быть видны. Но если это увлажненная текстура и минералы, которые сухие, вы нанесли на зону вокруг глаз, они максимально впитываются, минералы любят влагу, и одного-два раза достаточно, чтобы дотронуться зону вокруг глаз. То есть при улыбке сильно морщины будут не видны, но больше, пожалуйста, не трогайте эту зону. После того, как мы перекрыли, у нас уже пять продуктов на лице, я буду добавлять такую коррекцию лица. Ну, самое основное это скулы. В идеальном контуринге, когда я создаю для видео и фотосъемок, особенно сценические, хочется сделать кожу класса люкс. Еще более ярче, контрастней, и чтобы актеры, которые принимают участие в съемках, могли с этой же кожей класса люкс уходить с этим макияжем и пользоваться им в жизни. Я подчеркиваю полностью все скулы, я подчеркиваю кончик носа, здесь можно немножко подчеркнуть спинку и также верхнюю часть губы. Также немного подчеркну подвижную часть века, чтобы глаз был более открытый. И этого достаточно, можно слегка подбородок, такую технику хайлайтинг. Теперь после этого я буду использовать коралловые румяна, потому что у нас здесь есть коралловые оттенки, я наношу на середину от периферии к центру, то есть такое более плотное нанесение, и также с этой стороны от периферии к центру. Коралловый оттенок очень красивый, до этого было оттенок нежный жемчуг, сейчас коралловое кружево, тоже с коллекции морякей, говорю сейчас по-русски, многие русскоговорящие в разных странах будут сейчас писать комментарии, могу сказать, что, ну, посмотрите, пожалуйста, вы поймете, что это за оттенок. Нанесли, растушевали, и третий оттенок буду добавлять подскулы, и промоделирую полностью лицо. Более темный оттенок использую на подскульное пространство, благодаря вот такой кисточке для пудры. Можно взять любой темный оттенок, для видео, для фото подходит, конечно, более темный, в моряке России этого оттенка на данный момент нету, но могу сказать, что можно заменить любым другим продуктом. Также еще наношу сюда, то есть достаточно такие темные линии, для видео, для фото это подходит идеально, смотрите, как быстро все получается благодаря кисточке, обычная такая легкая коррекция носа. И также большой пушистой кистью из набора верхней частью я аккуратно растушевываю этот темный пигмент, очень легко тушуется, легкая такая текстура, также я растушевываю подскульное пространство, делаю максимальную растушевку от центра к периферии и также я растушевываю зону где нос, аккуратно. и можно добавить немного хайлайтера, чтобы скулы были более выпуклыми, опять же беру такой более коралловый оттенок, перекрываю на верхнюю часть скулы и для этого сценического образа для ковбойского будет смотреться очень стильно и интересно, так как все у нас теплых оттенков коралловых тонах. Вот такой идеальный контуринг можно создать для видео и для фото, ну и конечно в завершении хочется добавить мою любимую технику бейкинг, когда я приезжаю в любой город проводить курсы в каждой стране, все участницы курса смеются и говорят Клизамон на тебя подписан и знаем что бейкинг ты любишь использовать всегда. Но 10 лет работаю на телевидении не дают о себе знать, это уже на автомате бейкинг идеально подходит для видео для фото, я всегда его применяю вот пожалуйста техника бейкинг то есть идеально матирует делает лицо более рельефное кожа смотрится более дорогой и зафиксированный макияж 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 вау 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 мы завершили образ вот такой получился ковбойский классный макияж яркие губы подчеркнули глаза идеальный контуринг самое главное это кожа класса люкс с кожей класса люкс сценический образ выглядит супер попробуй такой же как и я тебе реально очень круто понравится можешь его применять в жизни но если ты часто любишь делать селфи принимаешь участие на видео на фото всяких съемках бэкстейдж и так далее то вот такой способ нанесения контуринга идеально подходит но здесь что мы сделали мы сделали основные акценты как в американской культуре нанесения макияжа если ты хочешь узнать больше о разных культурах макияжа приходи на мои авторские курсы онлайн и офлайн русский народный образ какой можно сделать макияж самое основное когда я делаю макияж актером в таком образе это конечно кожа класса люкс но какой макияж румян чаще всего русские красавицы в древние времена использовали такой яркий румянец на щеках но это наша любимая сказка морозка не принцесса так королевишна и здесь конечно лучше это не применять чуть-чуть легкий румянец можно использовать ну и техника морозной щечки которая нравится мужчинам вот ее пожалуйста вы сейчас видите на моей модели Полине вот смотрите мы наносим легкое нанесение розовый оттенок на выпуклую часть и получается вот такой вот легкий изящный румянец что еще сделать сейчас будет кокошник подчеркнули глаза сделали кожу класса люкс и конечно нужно выделить губы но конечно это будет не нейтральная помада какой-то более эффектный образ и его нужно завершить и образ именно с макияжем губ красный мы будем использовать красный блеск тонкая текстура легкий такой вариант мы наносим от центра губы прокрашиваем полностью все губы очень эффектно сочетается с образом даже если у нас теплые холодные оттенки в макияже глаз так как это сценический образ это для видео для фото для сцены подходит идеально смотрится эффектно и подчеркивает губки также это очень стильно смотрится на фото и не смотрится вульгарно но немного красный оттенок присутствует это достаточно эффектно вот такой получился шикарный русский образ потрясающее нанесение мягкая растушевка многослойное нанесение уходовой декоративной косметики улучшает текстуру кожи классные сценические образы создавайте создавайте на видео и фото создавайте для разных съемок и конечно же с косметикой моряки рекомендую всем профессионалам новичкам и любителям лучше декора за 15 лет опыта обучения работы в разных странах я не встречала в завершении этого видео урока хотела бы тебе предложить купить мою книгу география макияжа это самый лучший помощник который расскажет тебе о разных исторических макияжах который расскажет тебе о тех городах и странах где проходили мои авторские курсы какие особенности женщины выбирают в каждом регионе мира география макияжа для тебя уникальная книга со съемок было сделано это видео с любовью Лизаветы Щербаковой и команда субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok